Книга «Открытым оком», тема священства, том 15, вопрос 3026. Какие перспективы видятся у патриарших священников? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Никаких. Храмы должны опустить окончательно, и попы будут никому не нужны. Они окоснели со своими бесконечными проворотами богослужений, на которых и сами спят. У них давно пора отнять льготы, ренты на безгрешности их действий, на механические туманности. Пора менять репертуар. Им нужно с Евангелием выйти к народу. А они для этого абсолютно не готовы. «Ибо невозрожденные и злятся на любое проявление жизни, бьются за место у корыта». Кавычки открываются. Вера в Бога у меня от мамы. Но это была какая-то отвлеченная вера. Просто в Бога. Не было у нас Библии, праздники потихоньку справляли. Даже отче наш я не знала. В 1995 году отец Дмитрий Капранов благословил меня начать создавать общину в селе Тагул. Нашлось несколько надежных помощниц. Нашли помещение, где собирались. Зарегистрировали общину в Барнауле. Мы просили у владыки Антония, священника. И в 1996 году к нам приехал отец Герасим. Начались постоянные службы со священником. С того времени и до сих пор действует храм Архангела Михаила. Но у меня все время было чувство, что для спасения чего-то не хватает. Что-то здесь не так. Много ездила по святым местам и везде искала. Кто бы мне на все мои вопросы мог высказать волю Божию. Не нашла. С 1995 года знакома с Игорем Дебуновым. С ним мы при встрече много вели бесед по Евангелию. Большой результат был, когда Игорь в Тогол приезжал вместе с отцом Павлом. Они друг друга дополняли. Но переворот в моем познании и изучении Библии сделали книги Игнатия Тихоновича Лавкина. Это был как луч света, как вспышка. Я поняла, что до сих пор все было не то, что надо для спасения. Как-то отвлеченно верила в Бога, читала Библию, но не очень понимала или вообще не понимала, что такое Голгофа, крест Христов, распятие. И вдруг какое-то озарение книги Игнатия Тихоновича. Все встало на свои места, все стало понятно. А к общине меня привело полное неприятие тех правил, которые существуют в нашем храме. Да и в большинстве. А именно, я читала каноны, но они у нас не выполняются. Да и многое делается вопреки Евангелию. А послушание Богу должно быть на 100%. Беседы с нашим батюшкой дали отрицательный результат. Наш священник запретил мне во время службы стоять в храме, а слушать службу только в коридоре. С 25 января 2005 года этот запрет он снял, но стали проблемы с исповедью. В декабре 2005 года с разрешения Игнатия Тихоновича Лапкина я написала заявление в общину. 12 февраля 2006 года Аксенова Татьяна Павловна Андреева. Село Тагул, улица Круглова, 62, телефон 22-5-21. Прок языки 34-21-22. «Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, вот, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою». Деяние 8.30.31. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И просил Филиппа взойти и сесть с ним.